На стадионе Александра Прокопенко многолюдно. На зеленый газон вышли будущие звезды футбола. Более 50 мальчишек от 6 до 12 лет. У Белшины день открытых дверей. Поле разделили на 4 сектора. Каждая возрастная группа выполняла отведенное задание. Обвести фишки, выйти на ударную позицию и попасть в створ ворот. Упражнение, в котором мальчишки демонстрируют свою технику. За претендентами на место в клубе следили судьи, тренеры красно-черных. Среди них и главный коуч Дмитрий Мигас. Без родительской поддержки ничего не будет. Если родители включатся в работу с тренером, начнут помогать, участвовать в развитии своего ребенка, то, конечно, это в плане ребенка в первую очередь. Это интересно, экипировка Белшины, выезд на какие-то турниры, даже неофициальные соревнования. То есть, как бы, все, конечно, на начальных этапах тренеры и родители. Основной задачей Дня открытых дверей этого мероприятия является отбор наиболее перспективных ребят в группы начальной подготовки и учебно-тренировочная группа. За игрой наблюдали и родители юноши. Поддерживали их, где-то даже подсказывали. Для начала нормально. То есть, забрасывать не будем, будем дальше совершенствоваться и ходить, да? Да, конечно, обязательно. В прошлом году, точнее, мы приходили, нам сказали, что мы маловаты, нужно немножко подрасти и можно прийти в этом году попробовать свои силы. Ну и как он себя? Ну, вроде бы неплохо. Ну, вам понравилось? Ну, я смотрю, что он активно себя проявляет, как бы, в основном ведет мяч, один из лидеров. После окончания просмотра фамилии лучших попали в шорт-лист футбольного клуба. Более 20 ребят теперь будут тренироваться в детской и спортивной школе. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.